Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Екатерина Дубровина. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях Ушкинского. Смотрите сегодня в выпуске. Новое лучше старого. В округе модернизируют объекты ЖКХ и образовательные учреждения. Капитальные ремонты медико-санитарных частей в приоритете. Сергей Пахомов посетил медсанчасть номер 154 в Красноармейске. Пели, танцевали и много шутили. Впервые в лесном прошел детский КВН. Об этих и других событиях смотрите в нашей информационной программе новости Большого округа. Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов посетил Пушкинский. Совместно с главой округа Максимом Красноцветовым и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом они проверили объекты, которые подлежат реконструкции – школу в Братовщине и Ивантеевскую канализационно-насосную станцию. С 9 января Братовщинское здание 11-й школы закроется на капитальный ремонт. Ему более 50 лет. Планируется полномасштабная реконструкция от крыши до коммуникаций. Проект реализуется в рамках партийной программы «Единой России» и Министерства просвещения. Оценить исходное состояние приехали депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. «Администрация и я с своей стороны. Когда будет у меня время, администрация в рабочем режиме, я по мере возможности, мы будем заезжать, смотреть, чем-то помогать. То есть наша все-таки задача не просто приехать, что проконтролировать. Контролеров хватит». Подрядчика выбрали надежного. Он зарекомендовал себя по работе с Царевской и седьмой школами. Во время ремонта детей переведут в 10-ю Пушкинскую гимназию. Обучение будет организовано в две смены. Закончить капремонт планируют к 1 сентября. А вот до Нового года закончат реконструкцию центральной канализационной станции в Ивантеевке. «Безусловно, реконструкция КНС, наверное, это не такая видимая работа, которую видят наши жители. Но это то, без чего невозможно представить себе нашу повседневную жизнь. И в первую очередь, наверное, помимо удобства, которое приносит нам предоставление услуги по канализованию, это, конечно, экология». Дорогостоящая реконструкция стала возможной благодаря губернаторской программе. Из пяти насосов уже четыре введены в эксплуатацию. «Здесь будут заменены пять насосов, что позволит увеличить мощность на более чем на 30%. И это КНС обслуживает всю Ивантеевку и даже часть Пушкина». Все стуки из Ивантеевки и Пушкина поступают сюда. Объект важнее в системе коммунального хозяйства. И его уже успешно приведут к завершению 20 декабря. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. В ходе своего масштабного объезда Сергей Пахомов также посетил медико-санитарную часть номер 154 в Красноармейске. В здании сделали ремонт и установили новое оборудование. Как выглядит медсанчасть номер 154 в Красноармейске после ремонта сегодня оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Максим Красноцветов и депутат Мусоволдумы Михаил Ждан. За последние два года тут привели в порядок коридоры, отремонтировали регистратуру, входную группу, кабинеты врачей, также отремонтировали крыши, стационары и поликлиники, обновили и оборудование. Это новый маммограф, аппарат УЗИ и томограф. А также заменили аналоговый флюорограф на цифровой. Мы в прошлом году встречали с руководством ФБА и зафиксировали план работ. И вот сегодня посмотрели уже первые результаты. То есть блок оказания экстренной помощи, то есть новое оборудование, новые КТ, капитальный ремонт части больничных помещений, новая входная группа с регистратурой, маммограф. То есть много нового оборудования. Все, что необходимо сегодня для оказания вот такой помощи, оно уже есть. Появились в местной санчасти и пять новых автомобилей. Четыре из них для терапевтов и педиатров для выездов на дом. И еще одна машина скорой помощи. В планах учреждения дополнить автомобильный парк еще такими тремя. Многие вопросы решаются на федеральном уровне. Это и техника новая, которая поступила, это и оборудование новое. И обсудили ту проблематику, которая на сегодняшний момент стоит. Это и по переводу детской поликлиники в основное здание ФБА. И организация круглосуточной медицинской помощи. Так называемый травмпункт, который, наверное, предстоит как-то совместно с медиками разрешать эту проблематику. Дальше будет работа над детским отделением. В следующем году запланирован капитальный ремонт. Капитальных ремонтов данного помещения не проводились больше 40 лет. То есть с момента открытия медсанчасти капитальные ремонты не проводились. Конечно, мы знаем, что первичное звено – это самое посещаемое место. Довольно-таки быстро изнашиваемое. И вы сами можете представить, что было здесь буквально 5 лет назад. Напомним, в медико-санитарную часть номер 154 в Красноармейске входит стационар на 159 коек, взрослое отделение мощностью 600 посещений в смену и детская поликлиника мощностью 150 посещений в смену. Детскую поликлинику планируют перенести на территорию учреждения. Сейчас она находится отдельно. Евгения Коломец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Побывала инспекция и в Мамонтовке. Благодаря возведению дома на улице Гоголевской планируют расселить более 5,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Основной объем работ на объекте уже выполнен. Довольны ли будущие жильцы темпами строительства, узнавал Сергей Пахомов, а вместе с ним и наша съемочная группа. Уже совсем скоро здесь будут жить более 300 человек, которых переселят из аварийного жилья. Многоквартирный дом в микрорайоне Мамонтовка на Гоголевской улице в финальной стадии строительства. На объекте сегодня побывали депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Максим Красноцветов и депутат Мособолдумы Михаил Ждан. Они посмотрели одну из квартир, а также встретились с будущими жильцами. Мы здесь сейчас как раз пообщались с теми, кто непосредственно сюда переедет. Люди улыбаются, они довольны. И даже говорят, что не будут скучать по своим старым развалюшкам. В целом, если говорить по Пушкину, то по всему округу надо заметить, работы идут в графиках. То есть стройблок работает неплохо. Здесь, конечно, администрация выглядит очень даже позитивно. Честно говоря, мы в пример приводим даже соседям Сергеем Фасаде. Сергей Пахомов отметил, что все идет хорошо и качественно. Сейчас ведутся работы по фасаду. Уже есть отопление, выполняют разводку остальных коммуникаций. Осталось смонтировать оборудование и завершить отделочные работы. Строительство данного девятиэтажного четырехподъездного дома позволяет расселить 5600 квадратных метров аварийного жилья. Больше 20 тысяч квадратных метров мы в этом году расселяем. В городском округе Пушкинский это огромное количество, это огромный объем, который на сегодняшний момент является, наверное, таким, ну, для нас, по крайней мере, действительно рекордным. В этом году в нашем округе идет строительство сразу трех домов под переселение. Один в Красноармейске и два в Пушкино. Все три объекта завершат до конца года. Максим Красноцветов отметил, что в округе Пушкинский программа по переселению людей из жилья, признанным аварийным, до 1 января 2017 года, идет к завершению и проходит успешно. Получили обратную связь от жителей. Жители очень довольны. Ждут с нетерпением нового жилья. В этом году работы должны быть завершены. Очень, очень красиво все будет, я так полагаю. Мы это так давно ждали. И, наконец-то, мы дождались. Дай-то Бог, чтобы все было хорошо. В нашем округе в этом году переселят более полутора тысяч человек, как в квартиры в новостройках, так и в приобретенные по государственной программе на вторичном рынке. Работа проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Команды из Лесного и Зеленоградского сошлись на одной сцене с целью выяснить, кто же лучше шутит. Впервые у домов культуры двух поселений прошел совместный КВН. Какие темы выбрали веселые и находчивые? Узнаете из нашего сюжета. Всем привет! Мы молодая команда из Зеленоградского или из Зеленки. Слушайте, а почему вообще наш поселок Зеленка называет? Да просто он совсем зелененький и созрел еще. Остромные ответы, веселые импровизации и смех – все это было в Лесном. Там прошел первый детский КВН. Его организовали ДК «Сириус», КДЦ «Созвездие». Совместно с образовательным комплексом имени Героя России Виктора Матвеева было две команды – Вовочка из Зеленоградского и Лесная Братва из Лесного. Ожидаю от себя конкретное смущение перед публикой большой. А так надеюсь на победу. Несмотря на ожидания, на сцене Иван Павлов держался уверенно, шутил, поддерживал других ребят. Мальчик за несколько дней собрал команду. Меня друг мой сподвиг. Сказал, что в команде участников не хватает. И я решил, любой опыт – это опыт. Темой КВН-а стал школьный переполох. Поэтому и шутки ребята создавали на основе своих будней, ситуаций на уроках, общения друг с другом. Все было переведено в юмор. Также подростки не обошли стороной и свои поселения. В Лесном есть абсолютно все, дома, магазины, дачи. Я очень люблю юмор, активность. Мне здесь комфортно, в этой сфере. Мне нравится это придумывать шутки, их шутить на сцене, когда идет игра. Это очень интересно. Было всего три этапа. Приветствие команд, ответы на вопросы и музыкальное домашнее задание. Ребята оценивали члены жюри. Но мы сегодня получили, все, кто присутствовал, я думаю, огромное удовольствие. Потому что КВН – это действительно команда веселых, находчивых, умных, ответственных, талантливых ребят. Мы сегодня это увидели воочию. Ребята хорошо держатся на сцене, ориентируются, музыкальны, танцуют хорошо. Победителем стала Лесная братва. Всем участникам вручили дипломы. А также в каждой команде был выбран лучший актер. Эти подростки получили кубки. В планах сделать такой КВН ежегодным и привлечь участников из всех домов культуры округа. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. В Москве случился самый снежный день за 70 лет. В течение воскресенья выпала треть декабрьской нормы осадков. Все из-за циклона Оливер. Сугробы выросли почти до 30 сантиметров. Такой снежный покров в Москве наблюдали последний раз в 1952. А вот всю следующую неделю осадков не ожидается. Ну и столбик термометра упрямо поползет вниз. Во вторник, 5 декабря, днем от минус 10 до минус 12 градусов. Ночью до минус 13. Пасмурно, ветер западный до 2 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях. Во Вконтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». И на этом у меня все на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok